Наше посольство находится на этом месте уже с 1938 года. Тогда было построено посольство, весь материал был привезен из Финляндии и большая часть работников также были финнами. За 80 лет в антураже этих залов почти ничего не изменилось. Деревянные столы и стулья 1930-х годов, картины, живописы в конце 19 века и даже люстра произведения искусства. Правда, канделябры все-таки пришлось приспособить под современные лампы. Люстра, наверное, современная? Нет, 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 что бы, это тоже старая люстра. Наверное, она еще с 19 века, с того представительства, которое у Финляндии было в Петербурге во время автономии Финляндии. Несмотря на всю изысканность деталей, резиденция полномочного посла Финляндии в России по-скандинавски сдержана. Отчего не скажешь и национальной кухни северян. Шеф-повар посольства готовит закуски к официальной встрече с губернатором Краснодарского края. Тут и финский кофе, и традиционные булочки. Эта финская булочка дословный перевод на русский звучит как булочка с масляным глазом, потому что в самый центр кладется кусочек масла, что придает пикантность закуске. Здесь же в резиденции со своей семьей живет и сам посол Финляндии в России Микко Хаутала. Поэтому прием главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в этих стенах – проявление уважения и высокая честь. Международному сотрудничеству Краснодарского края Финляндии исполнилось 30 лет. За прошлый год внешнеторговый оборот Кубани с Финляндией превысил 82 миллиона долларов. В основном из южного региона в Северную республику поставляли нефтепродукты и машиностроительное оборудование. Вениамин Кондратьев предложил расширить границы совместных интересов. Среди перспективных направлений – выращивание экологически чистых продуктов, современная мусоропереработка и экспорт вина, которое, кстати, уже вошло в меню посла. В крае уже складываются определенные бренды, которыми гордится наш край, а я думаю, что являются они уже гордостью России. Это, конечно, наше вино, вино, которое производится в Краснодарском крае. И поверьте, это по-настоящему качественное сегодня вино, которое по соотношению цены и качества, наверное, не уступает мировым винам. Мы просто просим равные условия, в том числе, чтобы мы могли зайти на финский рынок с кубанским вином и попытаться его завоевать с точки зрения, как говорится, вкусовых приоритетов жителей Финляндии. Довольно часто супругами мы каждый раз показываем именно гражданское вино. То есть я не по-настоящему знаю качество, а там действительно есть хорошая вина. И просто так скажу, что в Финляндии, конечно, есть определенная система. У нас госмонополия на продажу. Если купанские вина как бы вот попадут в лавках, это монополия, я думаю, что может считать это повышенным достижением. Я думаю, что это вполне реально. Финны, как многие северные народы, люди неэмоциональны и к деловым вопросам подходят с холодной головой. И то, что инвесторы из Финляндии действительно рассматривают возможность сотрудничества в области переработки мусора, говорит о детальной проработке вопроса. На Кубани сегодня насчитываются более 80 свалок. Ежегодно образуются миллионы тонн отходов. Но если взглянуть на них как на полезный ресурс, можно не только сохранить экологию, но и получить прибыль в виде энергии и вторсырья. Мы имеем около 4 миллионов кубометров мусора ежегодно. То есть, понятно, мы сегодня обеспокоены очень важной для нас задачей. Мы должны рассмотреть вопрос уничтожения. А если и захоранивать, то небольшой процент от того объема мусора, который останется уже и который не подлежит либо переработке, либо уничтожению посредством сжигания. И вот здесь для нас тоже это принципиально важная задача, которая требует скорейшего разрешения. Потому что оставить нашим детям, тем, кто будет после нас эту проблему, но она для них будет очень-очень дорогой в решении. Поэтому сегодня мы, конечно, максимально хотели бы обратиться еще раз к финскому опыту. Мы сегодня ведем активные переговоры с компанией, которая готова применить финские технологии для того, чтобы мы рассмотрели вопрос переработки мусорных отходов. То, что вы сказали об этой одной компании, эта компания не только представляет свою технологию, это уже так, кластер там и другие компании, потому что это все, надо иметь комплексный такой подход к этому делу. Я очень, я только сегодня утром связался с ними, они доложили о том, что они действительно так работают. Сегодняшняя встреча Венемина Кондратьева и Микко Хаутала стала третьей по счету за последний год. До этого посол Финляндии в России приезжал с визитом на Кубань. Поэтому назвать общение формальным, дипломатическим не получится. Благодаря конкретным решениям в Краснодарском крае сегодня уже работают три компании с финским капиталом. Александр Иванченко, Вадим Волков, Кубань, 24, Москва.